Добрый день, уважаемые коллеги. В моем докладе, наверное, будет общая по сравнению с предыдущим и словом «мутация». Я хотел бы рассказать о наших попытках конструирования тест-системы для выявления циркулирующих клеточных ДНК и, кроме этого, попытки разработки некоторого клинически адаптируемого протокола для именно таких целей. Зачем вообще определять уровень циркулирующих клеточных ДНК? Несколько лет назад группа американских, австралийских ученых была опубликована в работе, в которой было показано, что постоперативный уровень циркулирующего опухоли ДНК является отличным прогностическим фактором. В этом случае он был гораздо более эффективным, чем, например, корценоябренальный антиген у положительных по этому белку опухолей. И в основе этой работы лежит важное фундаментальное свойство циркулирующего опухоли ДНК. Это короткое время ее полужизни, это отличный динамический маркер. Многим исследованиям показано, что он является вполне суррогатным маркером общей клеточной массы. Это дало возможность ряду известных фундаментальных онкологов трансформировать такое понятие, как постоперационная минимальная остаточная болезнь, в постоперационную молекулярную остаточную болезнь, идентификации и количественная оценка этого параметра может быть полезна для стратификации пациентов группы, и для дальнейшего выбора тактики их введения. И, как я уже сказал, основным потенциальным молекулярным маркером является количество внеклеточной циркулирующей опухоли ДНК. В своей работе мы пытались разработать отечественную робастную НЖС-панель для выявления соматических мутаций в опухоли клеток, а также в циркулирующей опухоли ДНК, и разработать собственную стратегию высокочувствительной коричневой детекции этих соматических мутаций в циркулирующей опухоли ДНК. Первым этапом являлся выбор минимального количества геномных локусов для анализа. Надо отметить, что задача эта немного отличная от широко представленной в настоящий момент в литературе, и в практике НЖС-панелей для фармакогенетических целей. В данном случае нам нужно было выбрать минимальное количество локусов, в котором максимальная плотность соматических мутаций. При этом в такие локусы попадали, например, ген ППСА3, для выявления которых соматических мутаций, которого здесь очень полезно, но совершенно бесполезно для каких-то целей планирования терапии. Достаточно большое количество полноэкзомных, полногеномных последовательностей было проанализировано для 8 соленных опухолей. В результате было выбрано 800 соматических мутаций, 95 геномных локусов. Было проведено мат-моделирование, написан софт, и в результате этой работы был получен оптимальный размер ампликона для анализа в районе 70-80 ТБП, и когда мы имеем максимальную чувствительность именно для анализа циркулирующего опухолевого ДНК, в то же время мы сохраняем относительную информативность анализа, потому что, понятно, чем меньше ампликон, тем меньше мутаций мы можем, собственно говоря, диагностировать. На данном слайде представлена из силика оценка чувствительности нашей панели в зависимости от типа опухоли. Здесь вот наша панель обозначена на этих кривых зелененькой точечкой, и выделилось три основных ситуации. Первая для опухоли тольского кишечника, поджелудочной железы, яичников и желудка. Общая панель, так называемый панкацер, она соответствовала по чувствительности индивидуальной панели для специфического типа рака. Однако, например, для молочной железы, для легкого добавления небольшого количества специфичных локусов значительно увеличила чувствительность. Ну и, наконец, для двух типов урагитального рака нам не удалось выбрать достаточно адекватный панель с адекватным небольшим размером, что, мы предполагаем, связано с значительной ролью CMV в этом случае, но это уже другая, значительно более сложная техническая задача. После того, как данная панель уже после теоретической проработки была синтезирована, валидирована на контрольных образцах, еще раз и синтезирована, и вся вот эта экспериментальная, предварительная работа была закончена, мы задумались о том, а как же все-таки ее использовать. Данный слайд содержит теоретическое моделирование на базе данных консорсового трейсера, в котором исследователи, в общем-то, спрогнозировали, что для, например, Т2 стадии, в данном случае рак легкого, количество средней медиана циркулирующей опухоли ВНК в системном кротоке может составлять до 0,1%. Фактически это порог количественного выявления мутаций с помощью современных методов НЖС-анализа. И в данном случае, работая на пределе количественности, мы навряд ли будем получать хорошие результаты. Собственно говоря, анализ данных, представленных Джон Хопкинсом и Бертом Лиштайном, примерно подтверждает эту гипотезу. В то же время другой, более таргетный метод, цифровая капельная ПЦР, даже при анализе медианы количества ДНК, выделяемой из миллилитра крови, она равна где-то около 3000 для большинства пациентов, в частности рака легкого, колоректального рака, рака пищников, дает теоретическую чувствительность не хуже 0,25%. Мы предположили, что формирование панели наиболее частых мутаций, которые лежат, встречаются в тех районах, которые мы выбрали для анализа, может дать хорошо валидированную, быстро применяемую в исследовании панель с помощью метода цифровой ПЦР. Ну вот следующий слайд содержит такую оценку. В данном случае мы видим, что использование панели из 50 мутаций, это тоже инсиликоанализ, на базе данных Космик позволяет выявить 50% всех возможных опухолей, в данном случае анализируют рак толстого кишечника, молочной железы и легкого яичников. В то же время НЖС-панель выявляет 62. В общем-то, достаточно маленькая разница. Если мы посмотрим на рак толстого кишечника, то здесь разница будет даже как бы меньше, если для НЖС-панели характерное выявление в районе 80 опухолей, то есть чувствительность, и в районе 60% чувствительность с использованием вот этой ТОП-50 панели. В результате этого анализа эта ТОП-50 панель была синтезирована, валидирована, проведены оценки ее чувствительности и специфичности, и мы перешли уже к реальным пациентам. Было проанализировано 28, на первом этапе 28 пар ДНК, ДНК из опухолей, ДНК герминальное. Было выявлено для каждого образца от 0 до 6 соматических мутаций. В частности, один образец оказался невалидным. В одном мы вообще не обнаружили мутации, бывают и такие случаи. Но для 19 из 26 нам удалось с помощью использования вот этого таргетного цифрового ПЦР обнаружить мутации в плазме. При этом медиана составляла 0,5%, фактически идентично тем данным, которые представили наши американские коллеги. Интервал составлял от 0,03%, что, замечу, является вне области количественного анализа НЖС, до 32%. При этом, обращаю внимание, что 21 образец плазмы из 26 был оценен с помощью той самой панели ТОП-50, которая уже до этого была преформирована. Мы решили оценить, а сколько займет вообще оптимизация и анализ вот этих еще пяти новых мутаций, с которыми мы ранее не сталкивались. Ну, такой дизайн, синтез и, собственно говоря, революгация заняла не более 10 дней. Таким образом, мы можем утверждать, что такой протокол, он рабоспособен, он укладывается как раз в те самые тот месяц для назначения админиатой химиотерапии. Какая проблема, которую мы здесь еще увидели, это проблема при аналитике. Я не хотел бы на ней в силу ограниченного времени останавливаться. Но мы вот видим вот здесь в образце номер 190 очень большое количество выделяемой ДНК. Фактически редко такая ДНК может быть продуцирована опухолью. Скорее всего, это контаминация лейкоцитарной ДНК. Дальнейшее фракционирование этого образца позволило поднять уже детектированную область мутации в 2,5 раза, что, по-видимому, при тотальном применении этого этапа, не очень сложного, может еще повысить чувствительность такого анализа. Напомню, что она оказалась в районе 73%, что, в общем-то, полностью совпадает с теми данными, которые показывает Берт Вольгештайн. Таким образом, на основании вот этих полученных пока предварительных данных, и на основании анализа той литературы и тех решений, которые пытаются предлагать различного рода частные компании, большей частью это американские, европейские, нам предложена некоторая модифицированная схема анализа, которая, с нашей точки зрения, может быть более робастной, более валидной именно в клиническом применении. В первую очередь, это анализ опухоли ДНК с помощью НГС, секвенирования разработанной панели. Если таковая ДНК, то эта опухоль, ткань вообще доступна. Если же она недоступна, то анализ уже плазменной ДНК, фильтрация полученного спектра мутации по панели топ-50, хотя она может быть расширена с учетом специфики и этнической, и локальной, которую, надеюсь, мы сможем получить уже в ближайшие 3 месяца. И либо это прямое выявление высокочувствительной мутации в плазме уже постоперационной, либо это прямой синтез дополнительных реагентов, который может составлять, по нашим оценкам, от 7 дней до недели и тоже может иметь адекватную себестоимость. Исследование также продолжается, это его пилотная начальная часть. Надеюсь, что в течение ближайших двух месяцев объем исследуемых образцов увеличится примерно в 5 раз, что даст возможность делать уже какие-то более обоснованные выводы не только о чувствительности и специфичности такого анализа, но и возможности адаптации и регистрации его в фото-клинической практике. На данном слайде приведены организации, участвующие в этой работе люди, участвующие в этой работе, за что им большое спасибо. Спасибо за внимание. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.